здравствуйте дорогие друзья сегодня я вам представляю тестовый обзор двух цифровых диктофонов h1n и h2n производителя фирма zoom я очень долго искал в сети на ю тубе именно вот обзор этих двух цифровых диктофонов для того чтобы услышать качество звука и понять какой же цифровой диктофон себе купить для работы в результате я купил два самых протестировал и этот обзор представляю вашему вниманию что же я делал я писал звук для начала на вот такой вот комплект телефон iphone и петличка к айфону который работает напрямую стоимостью петлички доллар 80 послушайте качество звука я писал звук на внутренний микрофон диктофона h1n я писал звук на внутренний микрофон h2n после этого я еще подключал к цифровому диктофону h2n внешне конденсорный микрофон мевр 800 он недорогой но в сети о нем очень много обзоров очень много приятных отзывов и мне было интересно послушать звук еще с этого микрофона поскольку он у меня есть я могу применять его в работе на представленном обзоре вы будете видеть картинку с какого устройства пишется звук и внизу будут титры чтобы вы понимали какой звук откуда идет и по концовке этого теста я еще взял микрофон петличку которая называется аудиотехника омни не дешевая петличка очень качественная и последовательно подключал ее к h2n и подключал к h1n и записал звуковые файлы еще с микрофона петлички в конечном итоге у вас есть полный обзор этих двух диктофонов как они работают с своими микрофонами как они работают с внешними микрофонами которые подключены к ним приятного просмотра задавайте вопросы в комментариях спасибо тест микрофонов zoom h1n zoom h2n и петлички которая куплена за 3 доллара под телефон iphone на двух цифровых диктофонах выставлена чувствительность максимальная на пике минус 6 децибел выставлен ручной режим чувствительности поскольку в автоматическом режиме когда делаешь паузы между словами более чем 2-3 секунды микрофон начинает подымать уровень чувствительности пишет все посторонние шума и возрастает уровень внутреннего шума далее текст гуси лебеди жили-были дед да баба было у них две дочки Даша и Маша да сынок Иванушка Маша была быстрая работящая на миг не сядет на час не уснет лен придет Иванушку забавляет а Даша ленивая по странам смотрит на работу не глядит на Иванушку ворчит вот дед да баба собрались на ярмарку поедем вам гостинцев привезем а вы деточки за Иванушкой присматривайте за Иванушкой приглядывайте чтобы не было беды дед и баба уехали Маша за работу принялась щи варить сестру с братом кормить а Даша вышла с Иванушкой на лужок посадила его на бережок сам говорит играйся сам забавляйся и пошла купаться тут налетели гуси лебеди давай кричать давай гоготать подхватили Иванушка на крылья и унесли и кричит плачет побежала за гусями за белыми лебедями а их чуть видно бежит бежит Даша смотрит стоит посреди поля печка 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 горячий бог скажи куда гуси лебеди иванушку понесли а печка ей съешь моего ржаного пирожка скажу а Даша в ответ фу ты ну ты ржаного и в рот не возьму у моего батюшки и пшеничные не едятся побежала дальше стоит яблоня 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 зеленый лист скажи куда гуси лебеди полетели Иванушку понесли съешь моего кислого яблочко скажу а Даша ей фу ты ну ты кислого и в рот не возьму у моего батюшки и сладкие не едятся кисельные берега скажи куда гуси лебеди полетели Иванушку понесли съешь моего киселька хлебни молочка скажу фу ты ну ты киселя не хочу молока и в рот не возьму у моего батюшки и сливочки не едятся побежала дальше конец побежала Даша дальше а гуси лебеди уже над головой подбежала Даша к яблоня яблоня голубушка спрячь меня не хотела моего яблочко съесть теперь прочь пойди побежала Даша дальше а гуси лебеди по пятам, по пятам. Прибежала Даша к печке. Печка, матушка, спрячь меня. Не хотела моего пирожка кушать? Теперь прочь пойди. Побежала Даша дальше. Налетели гуси-лебеди, крыльями забили, клювами защелкали, отняли Иванушку и прочь полетели. Аудиотехника ОМНИ, подключенный к цифровому диктофону Zoom H2N. Тест качества записи голоса без обработок. Побежала дальше. Идет ежик в колючей коже. Хотела его Даша ногой толкнуть, да у колодца испугалась. Ежик, ежик, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Иванушку понесли. Вон в избушке на опушке твой Иванушка сидит. Побежала Даша. Стоит избушка на курьих ножках, берестяный бок, моховая крыша. Лежит в избе на печи на девятом кирпичи. Баба-яга, костяная нога. Нос в потолок врос. Одно ухо под себя положило, другим укрывается. Ну что ж, вы послушали мои звуковые файлы. На последнее место, естественно, уходит айфон с его петличкой за доллар 80. Убираем в сторону. А вот на первое место я не могу разделить качество файлов между H2N на внутренние микрофоны и H2N на микрофон петличку аудиотехника. Качество звука и там, и там очень достойное. Диктофон H1N достаточно сильно шумит как на своих диктофонах, а это связано с отсутствием у него шумоподавителя. Также очень сильно шумит микрофон Never 800 и он очень сильно шумит даже на диктофоне H2N. Поэтому на первое место, на мое усмотрение, я ставлю все-таки внутренние микрофоны диктофона H2N в режиме XY классическое стерео и тот же H2N на микрофон петличку аудиотехника ОМНИ в стерео режиме. Спасибо за просмотр, жду ваших комментариев. Не забывайте подписываться на мой канал на нем, очень много интересного. До скорых встреч!